на недропользование. Все недры принадлежат государству, чтобы у всех было понимание. Мне говорят, нужно национализировать эти предприятия. Они нам не нужны. Недра принадлежат государству. Если мы им не дадим разрешение добывать нефть, эта компания обанкротится на следующий день. Поэтому мы просто пересмотрим контракт на недропользование. Конечно, мне скажут, они подписаны на 49 лет, но, уважаемые друзья, я как бывший министр вам говорил, что все эти контракты имеют дырки. Их там сотни. Я, когда был министром, видел, как мы любую компанию можем поставить на колени, увеличить разные налоги, задать вопросы по добыче нефти. Обычно там очень много нарушений. Очень много нарушений. В конце концов, экологические выбросы. На законных основаниях мы их просто будем штрафовать непрерывно. Затем мы просто найдем механизм запрета ввоза рабочей силы. Они будут нанимать только наших людей. Затем мы примем закон, который потребует, чтобы на экспортных предприятиях зарплата была, например, в среднем минимум полторы тысячи долларов в месяц. И таким образом мы добьемся, чтобы основная часть дохода осталась в нашей стране. И они могли бы возить только часть. Так устроено во всем мире. Почему в среднем нефтегазовые компании в мире платят 10 тысяч долларов, а не платят 300-400 долларов, и наши люди должны молчать? Нет, мы как государство должны помочь, чтобы было справедливо распределение доходов. Поэтому вы должны понимать, у государства, которое реально работает на народ, инструментов давления много. И кто бы это ни был, китайская или какая-либо другая компания, мы найдем массу механизмов давления и принудим, чтобы было справедливое распределение доходов. Мы найдем массу дырок в контрактах на недропользование и через разные механизмы принудим, чтобы большая часть доходов поступала в бюджет страны. И она безусловно уйдет нашим гражданам, перераспределится. Поэтому не переживайте, здесь достаточно поменять власть, и мы все это приведем в порядок. О, Китай хороший, но Китай, извините, имеет лагеря, где миллионы людей содержатся в этих лагерях, их пытают и убивают. И что нам нужно выражать в уважении и почтении китайскому руководству? Нет, даже если их там полтора миллиард долларов. Мы должны иметь позицию по этому вопросу четкую и ясную. Мы государство, мы не какой-то киоск или лавочка, мы государство. Государство имеет позицию, государство имеет свою линию. Именно поэтому это государство. Да, мы будем торговать, будем выстраивать торговые отношения, но у нас безусловно будут разногласия по ряду вопросов. Вот, в частности, по преследованию этнических казахов, уйгур, привызов и других национальных меньшинств на территории Китая. Принуждение, ассимиляция. Мы будем против и будем выражать свой протест. И нас безусловно защищает международное право. Поэтому не будет так, что к нам будет относиться как к киоску, можно пойти и между делом пнуть. Продолжение следует.